В этой части мы с вами свяжем рукава. Из-за того, что мы последнюю петлю провязывали изнаночной, у нас идут косички. Набирать будем крючком и вязать я буду в 2 нити. У меня спица номер 5. Если взять крючок такого же размера, то есть номер 5, будет неудобно захватывать промежутки между косичками. Вот он промежуток. Поэтому берем крючок меньшего размера, у меня номер 3,5. Начинаем набирать петли. Находим нижнюю часть. Здесь я провязала 2 вместе, когда вязала полочку. Вводим крючок и смотрим. Чтобы здесь не было дырочки, с изнаночной стороны можно захватить изнаночную петлю. И выводим первую петлю. Из-за того, что у нас крючок меньшего размера, придется каждый раз набрасывать на спицу петли. Вводим крючок рядом, выводим вторую петлю, набрасываем на спицу. А дальше у нас с вами начинаются косички. И где косички, мы будем захватывать косичку промежуток, косичку промежуток. Здесь идет сразу промежуток, значит начинаем с промежутка. Захватили промежуток, вывели петлю, набросили на спицу. Петлю подтянули. Теперь захватываем косичку. Если вы боитесь, что будет дырочка, можно с изнаночной стороны каждый раз захватывать изнаночную петлю. Выводим петлю, видите, дырочка подтянулась. Набрасываем на спицу, подтягиваем. Далее захватываем промежуток. Если вам неудобно, можно растянуть одну косичку, вторую и в середину вводим крючок. Когда вы наберете петли для рукава, у вас должно получиться так же, как мы рассчитывали кардиган. Забегу вперед, скажу, что у меня 77 петель получится. 77 минус 2 кромочные, минус 3 петли в конце получается 72. 72 петли делятся на 4 без остатка. Этот расчет мы делаем для того, чтобы было удобно начинать вязать рукава. Таким образом мы набираем все петельки. Здесь косичка получается. То есть захватываем промежуток косичку. Вверху у нас тут шов, идет узелок. Просто крючком захватываем какую-нибудь петлю. Итак, сейчас мы набираем петли для рукава. Я набрала петли вот что у меня получилось. У меня, я повторюсь, 77 петель. С изнаночной стороны у нас идет дорожка из лицевых петель. Теперь давайте сделаем расчет нашего рукава. У нас спущенный рукав, поэтому одеваем кардиган и смотрим от проймы сколько сантиметров нужно провязать. У меня получилось 50 сантиметров. Внизу у нас еще будет платочная вязка. Чуть позже эти ряды мы отнимем. И сейчас нам нужно понять, сколько же это рядов. У меня в одном сантиметре 1.8 рядов, поэтому 50 я умножаю на 1.8. Если надо, округляем. У меня получается 90 рядов. На платочную вязку я отложу 10 рядов, поэтому 90 минус 10. Остается 80 рядов. У меня рукав не такой уж широкий. Я не буду делать расчет, в каких рядах делать буду убавление, а просто в каждом восьмом ряду делать буду убавление в начале ряда и в конце. И у меня получается 80 рядов я делю на 8. То есть в каждом восьмом ряду. И мне нужно сделать 10 раз убавление. У нас сейчас получается нужно провязать сначала изнаночный ряд и со второго лицевого начинаем вязать узор. Здесь из 3 петель провязываем 3, потом 1 лицевая. Вяжем до конца ряда. В конце из 3 петель провязываем 3 и кромочная. Кромочную провязываем изнаночной. Потом вяжем изнаночный ряд и дальше вяжем наш узор. В общей сложности нужно провязать 7 рядов. Первый изнаночный ряд мы тоже считаем. Я провязала 7 рядов. Первый ряд у нас получается изнаночный. Там я провязывала просто все петельки изнаночными. А со второго ряда начинаем вязать наш узор. Если посчитать звездочки, получается 1, 2, 3, 6 рядов и 1 изнаночный ряд. Следующий ряд получается 8. В начале ряда мы должны сделать убавления и в конце. Каждый раз мы убавления делаем таким образом. Снимаем первую петлю. Далее провязываем 2 вместе лицевой. Получается с наклоном влево. Дальше мы должны ориентироваться по узору. Смотрим. Здесь у меня получается нужно провязать из 3 петель 3 петли. Захватываем 3 петли и провязываем 3 петли. 1, 2, 3. То есть каждый раз, когда мы делаем убавления, мы должны ориентироваться. Если не получается связать узор, значит провязываем просто лицевые петли. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. В конце ряда мы не довязываем 3 петли. Вот что здесь у меня получилось. В конце ряда я не довязала 3 петли. Здесь каждый раз у 2 петель меняем стеночки местами. Это делаем для того, чтобы косички не перекручивались. И провязываем 2 вместе с наклоном вправо. И последнюю петлю всегда провязываем изнаночной за заднюю стеночку. Я еще раз повторюсь, мы изнаночную провязываем для того, чтобы по краям шла косичка с одной стороны и с другой. Потом мы будем ее захватывать и делать шов. Далее провязываем 7 рядов. В 8 точно так же делаем убавление в начале ряда и в конце. И делаем убавление нужное количество раз. Мне нужно 10 раз сделать убавление в каждом 8 ряду. Вязала 80 рядов. В последнем ряду мне нужно было 10 раз сделать убавление. Но так у меня совпало, что в начале ряда у меня шли 4 петельки. Я их захватила и из 4 провязала 3 петли. То есть, я уменьшила на одну петлю. Потом я вязала, как обычно, по узору лицевая 3 петли и в конце тоже самое. Захватила 4 петли, из них провязала 3. И последняя петля у нас изнаночная. Со следующего ряда мы начинаем вязать платочной вязкой. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь получается. И с другой стороны. И по краям у вас должны быть вот такие вот косички. Когда мы с вами вязали узор звездочки, он немножко стягивает. Сейчас мы должны вязать платочную вязку. Чтобы она не была шире, чем наш узор, нам в этом ряду нужно уменьшить количество петель. Дальше мы вяжем платочной вязкой все петельки лицевые. Последняя петля изнаночная. Здесь у меня из 3-х 3 петли. Провязываем одну лицевую. Вторую, третью провязываем вместе. То есть, провязываем 2 вместе лицевой. Далее у нас идет просто лицевая. И здесь тоже 3 петельки. Провязываем одну лицевую. Вторую, третью провязываем вместе. Далее у нас идет лицевая. Здесь лицевая. Здесь провязываем 2 вместе. У нас получается, мы провязываем 2 лицевые. Первая, вторая. Потом провязываем 2 вместе. У нас получается, до конца ряда мы провязываем одну лицевую, вторую. Две вместе. И таким образом мы делаем убавление и у нас выравнивается все. То есть, здесь получается, сейчас я немножко поправлю. Одна лицевая, вторая, две вместе. Лицевая, лицевая, две вместе. И так мы вяжем до конца ряда. Последняя петля у нас изнаночная. Я довязала ряд до конца. Я еще раз повторюсь, последняя петля у нас всегда изнаночная. Дальше мы вяжем платочной вязкой все петельки лицевые и последняя петля изнаночная. Мне нужно провязать 10 рядов. Если хотите, вы здесь можете связать больше. Как вам нравится. 9 рядов провязываем. В 10 закрываем петельки. В общей сложности я провязала 10 рядов. Давайте посчитаем. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 лицевой я закрыла все петли. У вас должно быть все ровно. Ничего не должно стягивать. Не должно быть свободно. Если стягивает, можете закрыть петли спицами большего размера. Здесь мы оставляем длинный конец нити. Сейчас мы будем делать боковой шов. Чтобы легче было вставлять нить в иголку, берем прямоугольный лист бумаги, складываем его вдоль. Вовнутрь ставим нашу ниточку. Зажимаем. Теперь очень легко продевается нить через ушко иголки. Шов мы будем делать с лицевой стороны. И захватывать будем вот эти крайние косички. С одной стороны и с другой. Ниточка у нас получается здесь. Значит мы захватываем другую сторону. На верху есть косичка. Ее вот таким образом. Сверху вниз захватываем. То есть с лицевой стороны на изнаночную. Ниточку подтягиваем. Ну а дальше у нас получается. Мы вводим иглу в первую косичку. Выводим из второй. Нить подтягиваем. То же самое мы делаем с другой стороны. Вводим иглу в первую косичку. Выводим из второй. Нить подтягиваем. Далее вводим во вторую косичку. Выводим из третьей. Нить подтягиваем. То же самое делаем с другой стороны. Вводим во вторую. Выводим из третьей. Ниточку подтягиваем. Далее вводим в третью косичку. Выводим из четвертой. Ниточку подтягиваем. То же самое делаем с другой стороны. вводим в третью, выводим из четвертой. У нас получается сначала вводим в первую, выводим из второй, с другой стороны точно так же, потом во вторую выводим из третьей, то же самое делаем с другой стороны, потом вводим в третью, выводим из четвертой, потом вводим в четвертую, выводим из пятой и таким образом мы делаем этот шов. Каждый раз ниточку подтягиваем. Все получается аккуратно И с изнаночной стороны получается тоже очень аккуратный шов. Дальше уже продолжите самостоятельно. Я сделала боковой шов. Вот что у меня получилось. С изнаночной стороны он тоже получается очень аккуратный. Надеюсь у вас тоже все получилось аккуратно. Мы с вами связали первый рукав. Теперь точно так же самостоятельно свяжите второй. Набираем петельки. Количество петель должно быть такое же, как у этого рукава. И дальше вяжем. Делаем убавление. Провязываем платочную вязку и делаем шов.